Жителям дома по улице Чернышевского уже не первый год приходится бороться с крысами. В последнее время грызуны как с цепи сорвались. Они выбегают на детские площадки, в магазины и в подъезды. Некоторые уверяют, что появились крысы из колодцев старой теплотрассы. Как их истребить, гадают не только жильцы, но и коммунальщики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. У нас тут и фекалии все падают, вот по этим они бегают здесь. Здесь дырочка все падает. Один раз свалилась вот эти штучки. Ну короче, они вот с подвала оттуда все вот так бегают. К рысиным бегам по вентиляционной шахте в этой парикмахерской привыкли уже давно. Из-за грызунов в помещениях всегда стоит невыносимая вонь. Клиентов такие запахи отпугивают. Там в коридоре, везде там, наверное, где-то бегают, там открытые места есть. Мы там еще и закрывали вентиляционные шахты. В последнее время грызунов стали замечать и в этом магазине. Крысы – постоянные гости отдела бытовой химии. После их набегов приходится утилизировать хозяйственное мыло. Они оставляют на нем царапины и надкусы. А недавно большая крыса появилась в торговом зале. Ну вот с той стороны, из-под прилавка, выбежала, добежала до середины зала, увидала людей и обратно. Чтобы избавиться от крыс в магазине ставят приманки с ядом. Вообще, говорят жильцы, в последнее время в их доме грызунов стало больше. Когда я выхожу гулять с детьми, то мы вечером видим, как бегают крысы около мусоропровода. Туда-сюда бегают по крыльцу и пытаются зайти, конечно, в подвоз. В том, что крысы расплодились, многие винят коммунальщиков. Люди говорят, что и во дворе, и в подвале дома они убираются из рук вон плохо. Надо мыть, чистить, все пищевые отходы собирают вон, а там все складывается и все дела. Отвал, кто-нибудь спускался, смотрел, там все творится. Антисанитарей убираются, на окнах посмотрите, какая у нас пыль, подъезды грязные, подоконники вообще не моются, окна не мылись, вот ремонт был, жильцы помыли стены. В управляющей организации, которая обслуживает дом, разводят руками. В этом году от жителей поступило большое количество жалоб на крыс. Грызунов травят, но только по графику. Меньше их не становится. Соседние дома, возможно, тоже не травят. Крысы могут перебегать с дома в дом, естественно, это может происходить. А то, что там крысы вы нашли, я считаю, это должны то предприятие, которое травит, тоже контролировать. Может быть, сейчас отрава не те, не те составом травят. Я не знаю, в чем причина, но вот обращений, конечно, от жильцов много. Дезинфекцию от крыс в этом доме провели неделю назад. В следующий раз специалисты придут сюда только в сентябре по плану. Управляющие компании надеются, что отрава подействует на грызунов. Пока же людям придется мириться с непрошенными соседями. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.